Всем большой привет! Меня зовут Маша. Рада видеть вас на моем канале. И сегодня я бы хотела рассказать вам о своих итогах за май месяц, показать вам финиши, продвижения. Поэтому, надеюсь, вам это видео понравится. Оставайтесь со мной и давайте начнем. Традиционно начинаю, конечно же, с финишей. Все-таки это, наверное, самый главный итог, сколько я успела вышить. И начну я, наверное, с работы, которую я начинала вышивать еще в прошлом году и, наконец-то, вот в этом завершила. Это вот такой вот морской сюжет от UB Design. Это немецкий производитель, немецкий автор. Такую работу я вышивала по книге. И, в целом, есть отдельное видео на канале про именно эту разработку, как я вышивала ее от и до, точнее, даже два видео. Одно было, которое снималось летом в прошлом в рамках 12-летних стартов. И второе, вот как продолжение его, то есть то, что уже получается, с чего я начинала дальше и до финиша полностью показала вам готовую работу. Я очень люблю этот дизайн, потому что он мне напоминает море, любимое мое балтийское, на которое я, в принципе, часто достаточно приезжаю. Очень люблю пейзажи, эти ландшафты. И поэтому вот такие вот домики, море, чайка мне сразу напоминают о моем даже детстве, потому что именно с детства я тогда приезжала на это море, постоянно там проводила много времени. В общем, для меня эта работа очень много значит, поэтому я с огромным удовольствием ее вышивала. Также планирую и оформить. Мне просто нужно заказать рамку, которая идет, скажем так, по ключу. То есть, производитель, есть отдельный здесь магазин, в котором продаются, помимо того, что книги, оба дизайн, также и сразу продаются рамки и паспорту под конкретные дизайны. Я пока не заказывала, но уже так себе закладки положила и планирую где-нибудь, может быть, в следующем месяце это сделать, уже сделать этот заказ, оформить и также готовую эту работу уже все оформить и потом повесить у себя в квартире. И вслед за ней, в целом, в том видео, где я рассказывала про готовую работу, вот эту морскую, я сразу рассказала и про вторую. Это вот такой маленький, можно так сказать, компаньон к большому дизайну. Вот такой вот сюжет с одним домиком, с чайкой, с лакштоком. То есть, они в целом идут, как мне кажется, вместе, эти две работы, и дополняют друг друга. Этот дизайн был представлен в книге в виде подушки, и мне очень понравилась эта идея, но у меня есть другая немножечко задумка, и я надеюсь, потом обязательно ее воплощу в жизнь. Так что, вот второй, очень такой же дизайн, похожий в той же тематике дизайн. Вышивался на одном дыхании, я буквально справилась с ним за один день, поэтому решила, да, все-таки нужно вышить, и я очень рада, что все-таки я это сделала. Так что, вот такие два дизайна у меня первые вышились. Давайте покажу вам и остальные. В рамках SP, SP вышиваем котов, которые я провожу сейчас в Инстаграме, я вышиваю, продолжаю вышивать своих котов. И это вот такие игрушки от Dimensions. Так, у меня немножечко конвы много, буду стараться, чтобы она не впадала. Я вышила уже второго котенка, вот у меня, получается, в прошлом месяце был готов вот этот вот, такой в коробке с подарками, и вот сейчас готов такой котик в окне с птицами. То есть, я так стараюсь каждый месяц хотя бы по одной игрушке вышивать, потому что хотелось бы потом в конце года полностью такую коллекцию этих игрушек иметь, и плюс еще нужно же потратить время для оформления, поэтому стараюсь не затягивать. В идеале, конечно, было бы уже за целый месяц, сразу за один месяц, точнее, вышить все шесть игрушек, и это, в принципе, не так сложно, но, да, хочется и повышивать какие-то другие работы. Поэтому я решила для себя, чтобы вот точно все успеть, вышивать хотя бы по одной игрушке в месяц, и таким образом, где-то осенью, по идее, все шесть у меня уже будут готовы. Эта игрушка вышивалась достаточно быстро, хотя, честно говоря, с бэком я немножечко замучилась. Тут очень много бэкстича, и я даже немного устала его делать, поэтому, да, немного так потратила больше времени, чем я планировала. Мне казалось, я закончу ее там буквально за два дня, но просидела целую неделю таким вот образом, что долго как-то я над ней трудилась, но получилось очень красиво. Так что вторая игрушка завершена. Теперь будет вышиваться уже третья в июне. Надеюсь, вам ее тоже покажу готова. Если получится четвертую вышить игрушку, то это будет вообще, конечно, шикарно, но у меня совершенно другие планы. Не знаю, насколько хватит у меня времени, посмотрим. Ну вот, вторая игрушка готова. Ну и готова у меня четвертая работа, то есть, суммарно у меня всего четыре финиша получилось в мае сделать. Это вот такая лошадка от Dimensions. Так, сейчас ее поставлю. Вот она такая красивая. Я вышивала ее по набору. Это набор, который был мне подали на день рождения. Это одна из новинок прошлого года в Dimensions. Вот такая красавица получилась у меня. Я решила не откладывать ее в долгий ящик, сразу ее постараться вышить. И вот она у меня получилась. Мне очень нравится результат. Она такая объемная получилась. Здесь очень красивое сочетание цветов. Так что, да, вот такой получился у меня финиш. Я старалась в мае не сильно распыляться между многими дизайнами. Я решила сфокусироваться на каких-то вот определенных. Взяла для себя два-три дизайна, над которыми точно буду трудиться. Поэтому я так села и за две недели полностью завершила этот дизайн. Хотя у меня было вышито, наверное, процентов всего 20 от всей работы в начале месяца. Я снимала отдельное видео про этот набор. Я надеюсь, я смонтирую видео, там доснимаю кое-какие кусочки и все смонтирую и уже загружу на канал где-то в течение недели. Так что, да, надеюсь, вам понравится этот ролик. Я постараюсь его уже в скором времени вам показать, полностью рассказать про все материалы, как вышивалось, сколько ниток осталось. Так что вот такая вот красота. Вот такой у меня был один из больших финишей в мае месяце. Теперь давайте покажу вам продвижение. Я вышивала не так много дополнительно работ. Я решила сфокусироваться на нескольких и хоть немножечко их продвинуть. Во-первых, я работала над вот таким носком от Dimensions. Я вышиваю его для себя. Набор называется Holy Night Stalking. Я решила, что все-таки нужно посвятить ему побольше времени, чтобы я точно успела его вышить до конца года. И вот на данный момент у меня уже готово вот столько. Я пока сложила канву, чтобы немного ее было. То есть вот эта вся полностью область у меня уже завершена. Ну, за редким исключением здесь буквально пару крестиков не хватает белого цвета. Вот здесь вот на Марии я еще и не завершила до конца. Но в целом силуэты уже все видны. То есть я уже вышила полностью корову. Здесь у нас лежит младенец. И вот Мария и рука Иосифа. Я пока что выше не пошла, еще не вышивала. Я здесь сделала уже... Я так как в Пасаге сейчас вышиваю, у меня легче отследить. Это 20% работы у меня уже готово. Поэтому я буду стараться каждый месяц, хоть немного, но время уделять этой работе. Потому что здесь много еще нужно всего сделать. Чтобы уже осенью я точно этот дизайн завершила. Я очень рада своим продвижениям. У меня было не так много вышито на начало месяца. Я обязательно найду кадр, сколько у меня было готово, когда я садилась в мае за работу. И вот на данный момент у меня уже готово вот столько. Так что я очень рада, что смогла уделить время этому набору. И надеюсь, дальше я также буду активно его вышивать. Ну и второй дизайн, который я также старалась вышивать, старалась его дальше двигать. Это моя многоцветка от Estee. И вот так вот она сейчас выглядит. Я не думаю, что так сразу заметно, сколько я вышила. Но я вставлю обязательно кадр тоже, сколько было. И вот как это сейчас выглядит. Я планировала, у меня были такие грандиозные планы, что я вышью этот дизайн до конца года. И для того, чтобы вот так вот все получилось, мне нужно делать по 2000 полукрестиков в неделю. Казалось бы, это несложно. То есть, так как работа вышивается полукрестом, то это не так уж и сложно сделать. Но вы знаете, почему-то никак не могу собраться. То есть, у меня получается максимум по 300-400 в день. А потом я откладываю и вышиваю совершенно другие сюжеты. И поэтому я уже так все-таки расслабилась. Я подумала, что нет, я не хочу себя как-то торопить. Как-то быть постоянно в таком стрессе, только чтобы полностью точно эту работу закончить. Я буду ее вышивать, но не так много. Даже 2000 полукрестиков в неделю я не планирую делать. Я хочу в неделю хотя бы 1-2 дня посидеть чуть-чуть, повышивать, чтобы хоть немножечко, знаете, она продвинулась. А потом вот полноценно заняться ею уже в следующем году. Я продвинула ее за месяц на 3%. У меня было 10, готово, стало 13. Это тоже отличный результат, как я считаю. Но и в целом, конечно, выглядит очень красиво. Особенно издалека. Даже непонятно, что это вышивка, как мне кажется. Вот я сейчас смотрю на себя в экране, смотрю на вышивку. И, ну да, это не вышивка, если вот так вот смотреть. Такое ощущение, что как будто бы это фотография. Но здесь, конечно, очень много одиночек, которые мне не нравятся. Но я с ними работаю. Я просто понимаю, что здесь необходимо их делать. То есть я просто сама себе сказала, что расслабься. Их будет много, ты ничего с этим не сделаешь. Но зато получится красивая работа. Поэтому буду вышивать дальше. Я надеюсь, что в июне тоже смогу уделить ей хоть недельку. Было бы чудесно. Но вот такой вот красивый дизайн у меня вышивается. Дальше хочу рассказать вам про события в мае. Я обычно еще рассказывала про дизайны. Но в этом месяце у меня также, к сожалению, не получилось найти что-то такое, чтобы меня зацепило. Какие-то дизайны найти интересные. Поэтому, к сожалению, не смогу вам ничего рассказать, что мне понравилось. Но зато были события. События в мае. Во-первых, наверное, самое главное, что для нашей семьи важно, уже три года, как мы живем в Германии. 15 мая стало ровно три года, как мы переехали сюда, в Мюнхен. Живем здесь. И это, наверное, первый год, когда мы прямо полноценно чувствуем удовольствие от всего то, что происходит вокруг. Наконец-то разобрались со всеми мы документами. Мы понимаем, как что функционирует. Куда обращаться, если что. То решился вопрос, наконец-то, с квартирой. Тоже переехали мы как раз-таки в прошлом году. Мы уже целый год живем в новой вот этой квартире. То есть как-то все наладилось. И вот впервые мы, наконец-то, почувствовали радость от того, что мы находимся в Германии. Нам здесь сейчас очень-очень нравится. И я надеюсь, что так оно будет и дальше. Вообще, конечно, Мюнхен — прекрасный город. Я к нему долго привыкала. Но сейчас я даже себе не представляю, что я жила где-то в другом месте. Потому что то, как здесь красиво, я такого нигде не видела. То, что здесь вот такие красивые горы. Сам город очень красивый вообще. Но то, что в округе также много и гор, и красивых озер. Вообще, ландшафты здесь потрясающие. Поэтому очень рада. Буду дальше узнавать тот регион, где мы живем. Здесь много всего интересного в Быварии. И мы еще даже близко ничего не рассматривали. Много места еще не посещали. Поэтому все еще ждет нас впереди. Так что, да, первое событие самое важное для меня, для моего мужа. То, что вот мы здесь три года уже как живем в Германии. И, конечно, да, так более комфортно себя теперь здесь чувствуем. Про следующее событие я уже так немного упоминала в прошлом видео, которое снимала на канале. Ссылка обязательно на него будет. Я рассказывала про покупки и подарки. И в мае месяце был розыгрыш большого набора у Мережка. Фирмы Мережка проводили СП, где нужно было вышивать один пасхальный сюжет, такой с кроликами. Сейчас, наверное, даже вам его покажу. Вот про этот дизайн я рассказываю. Нужно было вышивать эту работу. И если вы ее вышиваете, завершаете до 10 мая, то вы можете поучаствовать в розыгрыше любого большого набора от Мережка. То есть они делают такой подарок участникам. Участников оказалось достаточно много. Я считаю, где-то около 30 человек. Там где-то 25-30. Я уже точно число не помню. И они выбирали победителей с помощью рулетки. У них есть на страничке в Инстаграме это видео, где они запускают рулетку со всеми именами участников. И вот попадаются победители данного СП. И каково же было мое удивление, когда одним из победителей стала я. Я была очень удивлена. Я вообще такого не ожидала. И когда я увидела уведомление в Инстаграме, что где-то меня там кто-то отметил, я сначала подумала, что это, скорее всего, ВСП. Там отметили меня под постом с красивым сюжетом с котами, чтобы я там посмотрела, все откомментировала. Но я открываю комментарии и вижу уведомление от фирмы Мережка. Я вижу свое имя, я понимаю, что я стала одним из победителей. Моей радости просто не было предела. Я тут бегала по квартире как сумасшедшая. Я вообще не понимала, что происходит. Было столько эмоций. Муж вообще тоже не понял, что здесь происходит. Я ему поворачиваюсь с такими глазами сумасшедшими. И когда я ему рассказала, что случилось, он, конечно, тоже был очень рад. Так что, да, я стала одним из победителей в этом СП. Я безумно благодарна вообще за такую возможность. Подарок уже ко мне приехал где-то с неделю назад. Я, в принципе, уже в видео показывала его. Это вот такой набор, который называется The Old Melody. И это вот такой шикарный кот, черный, с луной. Здесь у нас, видите, тут всякие птицы, дома с красными крышами, листья. Столько всяких деталей. Мне уже очень давно нравится этот набор, но я все его себе не покупала. И когда я поняла, что у меня есть возможность выбрать любой набор, я, недолго думая, сразу же написала вот про этот. Я очень рада, что наконец-то он у меня появился. Такая моя давняя мечта наконец-то исполнилась. Так что вот такой вот у меня получился подарок. Так что еще раз огромное спасибо фирме Мелешка за такое вообще чудесное мероприятие. И за то, что вообще получилось даже получить такой шикарный подарок. Ну вот такое интересное событие в мае, прям неожиданное и очень приятное. Ну и последнее событие этого месяца, оно сейчас стоит позади меня. Если в апреле, да, в апреле я вам показывала стол, то, что у меня появился. В мае у меня появилась моя полка рукодельная, на которой стоят уже все мои принадлежности необходимые. Наконец-то все стоит рядышком. Все мои наборы, нитки, книги, швийная машинка также стоит на этой полке. То есть все я поставила, вот теперь это мой такой полноценный рукодельный угол. Я очень давно хотела так вот все укомплектовать, все так организовать. И наконец-то у меня это получилось. Так что теперь вот так вот выглядит мое рабочее место. Я очень рада, что все так получилось сделать. Ну вот, такие вот дела, такие вот события были в мае. И интересно, что будет дальше в июне. В принципе, что ждет у меня еще на протяжении всего года. Какие события будут происходить. Но об этом, конечно же, я буду рассказывать вам уже потом. Что касается планов на июнь, я планирую все-таки снять отдельное видео на эту тему. Потому что много всего хочется рассказать. И мне кажется, лучше это вынести в отдельный ролик. Плюс я, в принципе, планирую не только про один месяц рассказать, но вообще про все лето. Что я планирую вышивать, над чем планирую работать. Поэтому, да, будет отдельное видео на эту тему. Надеюсь, оно вам понравится. И я планирую снять его в ближайшее уже время. Может быть, даже и сегодня сниму. Но выложу чуть-чуть попозже, чтобы не все подряд так показывать. Поэтому это итоговое видео получится, наверное, одним из самых коротких по сравнению со всеми моими предыдущими. Но вот, да, надеюсь, все получится сделать так, как я планирую. Поэтому огромное вам спасибо за просмотр этого видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду очень рада вашим комментариям. Ну, а так я вам желаю отличного лета. Уже все-таки лето наступило. Поздравляю вас с началом такой прекрасной поры года. Желаю вам творческих успехов, всего самого замечательного. Пускай у вас все ваши задумки, все ваши мечты сбываются. Ну, а так с вами скоро снова увидимся. До самой скорой встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok